Всем доброе утро, девочки мои! Я сегодня встала пораньше, проснулась, ну, выспалась, все хорошо. Вчера мы с дочкой пошопились очень хорошо. И, в общем, что мы там приобретали, я вам уже все показала в предыдущем видео. Какой уголок я искала и какой я заказала уголок. И, кстати, ждать его не так долго. В общем, в принципе, через полторы где-то недели, наверное, я думаю, мне его уже привезут, поставят. Вот, но сегодня у меня будет уже такой домашний влог. Сегодня я собираюсь по дому прошуршаться. Мне нужно установить колонки сначала, которые, подсоединить колонки, которые я купила для ноутбука. Мне нужно взять краску, подмазать вот эти уголочки. Я доски купила, которые уже в кладовку, постелю на уголочке. А уголочки еще не покрасила, у меня до этого не хватило, в общем-то, времени. Не дошли руки, так сказать. Вот, но сегодня я хочу подкрасить, подмазать кое-что где. И уже остатки краски, наверное, можно будет выбросить. Где-то там плинтус у меня, где будет уголок стоять, там плинтус я просто белым покрашу. В общем, короче говоря, остатки краски, они остались не зря. Я их, эту краску вымажу, есть куда. Постирать сегодня собираюсь, в общем, строить стирку. Да надо что-то приготовить себе поесть, в общем, не знаю. Короче говоря, то, что будет сегодня у меня происходить, все это я буду снимать. Я планировать уже что-то боюсь, потому что как только запланирую что-то, обязательно у меня потом планы меняются. Вот, так что давайте начнем уже потихонечку что-нибудь делать. Сейчас кофе попью и приступим. Ну что, я одно дело уже сделала, поменяла колонки. Вот такие вот колоночки, они маленькие, включила громкость, больше-меньше. И все, они компактные, как раз для моего маленького компактного стола. Ну и так переносить их будет удобно. В общем, я давно хотела уже маленькие колонки. А вот эти колонки, которые у меня стояли, ну они, конечно, помощнее. Тут в каждой колонке по два динамика. И эти оба колонки, они рабочие, но вот единственное, что у меня здесь, вот где-то контакт отходит. Я уже его и так и сяк, но он все равно периодически отходит. И так как вот здесь просто все уже совместно, ну не знаю, это мастер, конечно, может починить. Но, в принципе, я уже давно планировала колонки поменять. Поэтому я их поменяла. А это вот, я спрошу, может, кому-то отдам. Вот, начало седьмого утра, на улице туманище. Прям вообще очень сильный туман. А вот на тополе уже сережки повылазили. Ну, ничего, я продолжаю по дому делать свои дела. В общем, девочки, стирку я уже запустила. И уже я начала тут немножечко работать. Здесь вот у меня была щель большая, то есть вот эта планка, она немножко отошла. И была большая щель. Я взяла шпатлевку по дереву и зашпаклевала. Сейчас она подсохнет, и я ее подкрашу. Дальше вот эти вот ушки надо будет белой красочкой мне покрасить. И полочка, вот две полочки, они запакованы сейчас пока стоят. И положить их сюда, на эти ушки, когда краска высохнет. В общем, навести порядок в шкафу. Разобраться, что к чему, что я туда положу. Потом вы это все увидите. Дальше я диван придвину уже сюда, плотную, как он должен стоять. И вот это место, вот этот угол, где у меня будет уголок стоять. Здесь у меня что? Я плинтуса хочу покрасить полностью. Вот там краешек покрасился, где я достала тогда. Полностью хочу белый плинтус покрасить. И вот это, где дерево у меня видно, у меня не хватает ковролина. У меня остался кусок линолеума. Вот этот линолеум, как раз пополам я его разрежу. И у меня там как раз ляжет на 140 сантиметров. Закроется вот этот кусок дерева. И будет более-менее прилично все выглядеть. При том, что я смотрю, что этот линолеум, он как бы по цвету, ну, с ковролином немножечко сходится. Так, не сильно отличается. В общем, не хочу, чтобы там было видно это безобразное дерево. Просто пускай будет там кусочек линолеума. Ну, вы потом увидите, как все это будет выглядеть. Ну, и что еще сегодня я решила сделать? Вот здесь у меня с мойки соскакивала с тумбы. И у меня здесь было немножко отколупнуто вот это вот покрытие, которое облицовка, да. И что я решила сделать? Я сейчас тоже шпатлевкой по дереву вот это вот подмазала, выровняла. Красочкой тоже беленькой пройдусь. Это у меня тут я наклеила эту малярную ленту. И здесь, и здесь, чтобы не испачкать. Просто это будет белая полосочка, но будет все чистенько, аккуратненько. В общем, такие вот у меня сегодня задачи стоят. Ну, пока шпатлевка у меня сохнет, я как раз позавтракаю овсяночку по-быстренькому. Очень удобно, кстати. Овсяночку заварил, раз поел и не заморачиваться, что тут готовить, не отвлекаться на готовку. Готовка будет позже. Девочки, а на улице погода-то налаживается. Все, туман уходит, солнышко выглянуло. И уже скоро у меня достирается белье, буду белье вешать. Так, и что еще сейчас? Мы же с дочкой вчера еще зашли и забрали мой заказик Фаберлик. В общем, пока у меня штукатурка, шпаклевка, она сохнет. Сейчас я вам покажу, что я там заказала. Так, ну и что же я тут заказала, девочки? В прошлый раз я заказала вазу высотой 23 сантиметра. А в этот раз я решила взять еще и маленькую, 18 сантиметров. Потому что иногда бывают цветы с короткими ножками, я решила, пускай у меня будет и такая, и такая вазочка. Вот они рядом стоят. Между ними вот такая вот разница в высоте. Ну, 5 сантиметров разница. Что еще я хотела показать? Здесь я уже заметила потом позже. На обратной стороне здесь есть такие, как силиконовые наклеечки мягенькие. И вазочка не ездит по столу, если там стеклянный стол или вот на подоконнике стоит. Она не ездит, очень хорошо стоит. Ну и так она очень симпатично выглядит. Так что у меня теперь две вазочки. Заказала я краску еще. Краской крашусь вот такой, ботаника, 10.0. Это кто спрашивает. Липовый мед, вот такой цвет. Постоянно беру и постоянно ею крашусь. Мне нравится здесь такой составчик хороший. Репейное масло, масло крапивы, алоэ вера, фидокератин. В общем, все полезненькое, все очень хорошенькое. Не было чая, который спокойно ночью я как-то брала, мне понравился. Ну вот я увидела тут успокаивающий травяной сбор. Это тоже как чай получается, но тоже как травка. 21 пакетик здесь. И вот такой вот большой тут состав. Цветы ромашки, иван-чай, плоды шиповника, плоды фенкеля, трава лаванды, трава мелисы, трава пустырника, корень валерьяны. В общем, такой вроде неплохой состав, но надо будет попробовать. Посмотрим, подойдет он мне, не подойдет. Взяла. Еще я взяла вот такие вот масочки, по две штуки. Кислородная экспресс-маска для лица, идеальный тон и увлажнение. И гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. Ну, я взяла две штуки, потому что одну себе, одну Наташи. И это тоже одну себе, одну Наташи. У Наташи скоро день рождения. Я потихонечку готовлюсь к дню рождения Наташи. И начинаю потихоньку уже набирать ей подарок. Вот это вот я на подарок Наташи взяла. Это палетка теней. Вот такая вот палетка теней. Открыть, посмотреть. Я просто думаю, что тени лишними никогда не бывает. Пускай будет у нее тогда такой вот наборчик. Вот такой вот наборчик теней хороший. Я думаю, все такие тона, которые могут пригодиться, в общем-то, для макияжа. Еще Наташи я решила заказать тоже тушь. Черная тушь. В общем, тушь тоже лишней никогда не бывает. И, в общем, пускай будет у нее еще одна тушь. Себе я решила заказать вот еще из серии Global Oxygen. У меня уже есть там и крем для лица, и тоник, и еще что-то. Ну, в общем, я решила такой вот кислородный крем для век себе заказать. В подарочек дали еще вот такой батончик фруктово-ореховый, кокос, кешью, кероб, какой-то амаран. Ну, это вот такой на подарок, ну, попробовать надо будет. Новинка, видимо. Ну, и, как всегда, каталог, новый каталог на новый период будет с 3 мая. Начнется по 23 мая. Ну, посмотрим, что там новенького в каталоге в этом есть. Это уже на следующий заказ пойдет. Вот и все. Так, на моечке уже красочка подсохла. Я снимаю малярный вот этот скотч. Вот, и все довольно-таки приличненько. Там немножечко подотрем, где чуть-чуть подмазала мойку. И вот уже более-менее приличный вид. А в шкафчики, девочки, полочки я уже положила. Все. Штангу я вот решила, пускай она остается, потому что полки вот я специально просто положила на вот эти уголки. Если мне захочется пользоваться штангой, я просто полки могу убрать или одну убрать. И пользоваться штангой. Поэтому штанга, она пусть висит, она там намертво уже прикручена. Я ее покрасила, и все. И теперь две полочки. Сейчас я буду порядок тут наводить. Внизу линолеум, все красиво, все хорошо. Ну, а тут плинтуса я покрасила белой краской. Когда краска высохнет, потом линолеум постелю и отогну этот уголок ковролина. Покажу вам, как будет выглядеть. Ну вот, в общем, как-то так у меня вот уголок будет выглядеть. Чуть-чуть, видите, закрыла линолеум, и уже все хорошо. И как раз у меня тут мебель встанет. Вот, если даже где-то будет под ножками, там видно. Ну, это будет видно линолеум, а не деревяшки вот эти страшные. Ну, а в шкафу полочки пока пустые. Я еще пока буду думать, ну, медленно буду думать, что туда поставить. Ну, вниз я поставила уже вот пылесос, видите, специально сделала высоко, чтобы там палка от пылесоса стояла. И там у меня коробка запасная мультиварка, белая, которая была. А в этом мешке у меня декоративные подушки. Надо будет с ними тоже еще решить, что я с ними буду делать. Вот, ну и постепенно буду заполнять вот эти полочки. Это еще со временем, не сразу Москва строилась. Не сразу определишь, что туда положить. Это все постепенно. Девочки, читаю сейчас комментарии. И смотрю, пишут мне щелочку, замажьте, которая вот там вот была, щелочка у меня. Ну, я же говорила, у меня шпатлевка закончилась. Вот купила еще шпатлевочку по дереву и замазала эту щелочку. Не волнуйтесь, я это все вижу. Все щелочки подзамазала сегодня, все хорошо. Так, ну я уже проголодалась. Решила я сделать отбивные. Мясо захотелось приготовить. Просто обычное мясо пожарить. Ну, отбивные я, наверное, не буду показывать, как уже, как обычно, всегда их делаю. Сейчас пока лошмачу чуть-чуть, соль, перец и этот, что еще? Яичко обвалять в сухарях и жарить. Ну все, отбивнушечки пожарила с пюрешечкой и салатик. Покушаю сейчас, посмотрю, поваляю стилек. Ну вот, девочки, я к вам и вернулась. Среди ночи. Я вчера вот это вот покушала, прилегла. Уже как бы вроде как уснуть собиралась. Днем думала, чуть-чуть сдремну. Потом приходит мне смс из хофф. И там написано, ваш заказ поступит до 11 июля. Я думаю, что такое? Может быть, это какая-то ошибка? Мне же, когда заказ делала девушка через интернет-магазин, она сказала, что в течение недели, тем более, вот я вам показала сайт, где показывала я вам этот свой диванчик. И там вот, если вы туда вернетесь, посмотрите. Там написано, в Москве на складе 11 штук, доставка до 7 дней. Ну, то есть 7 дней доставка, как она мне объяснила. Это в Ростов поступит на склад. Ну, и пока у них там на приход возьмут, там еще дня 3, допустим. Ну, пускай даже 2 недели я уже так допускала. Думаю, через 2 недели у меня диванчик уже будет уголочек стоять. А тут мне пишут 11 июля. Где июль? Это ж вообще сейчас апрель. Я заказ вообще делала 21 апреля. Это вообще где-то. Я что-то так как-то в непонятке думала. Ну, позвоню сейчас на горячую линию, узнаю. Позвонила на горячую линию сначала в Ростов. Они говорят, ну, вот у нас так. Я говорю, ну, на складе же есть. Ну, это вот максимальный срок, может быть, придет раньше. Опять хожу-хожу, думаю, позвоню. Я сейчас на тот же номер телефона, с которого мне звонила девушка, с которой я общалась. Это горячая линия Москвы. Позвонила туда. Там уже другая девушка сидит. Ну, вот она мне говорит, что, ну, вот это вот максимальный срок, он может придет раньше. То есть, я говорю, вы не можете точно сказать? Вот почему мне сказали точно? Вот же написано, что на складе в Москве есть. То есть, как бы с Москвы до Ростова идет неделю этот заказ. Она говорит, я точно не могу сказать. Ну, вообще, обычно, вот когда смс придет, это более достоверная информация. В общем, короче, как ни крути, ни верти, точно никто не знает. Непонятная логистика работает у ХОФа магазином. Мне совсем вот это никак не понятно. Почему такой долгий срок? Это, как я понимаю, от изготовления и через всю вот эту логистику, через все эти вот склады, это вот такой максимальный срок дается, значит, ну, почти три месяца. Это же ужас какой-то. Я уже ей говорю, девушка, я вот когда работала в МВидео, да, допустим, если мы брали заказ, скажем, со склада из Москвы, вот как мы сначала резервировали заказ, то есть мы видели, сколько штук в Москве на складе есть конкретно. Ставим в резерв. Но резерв, допустим, он держится до того момента, когда человек оплачивает. Человек оплатил, этот товар уже продан, то есть он уже снимается с резерва, не с резерва, он снимается уже как бы там, вот количество, если 11 штук, уже пишут там 10 штук количество, то есть один товар уже продан. Он может быть на хранении там оставаться или как, но в любом случае его уже не продадут. А тут получается, что может быть это резерв, 11 штук, они все зарезервированы, да, поэтому как бы оттуда мне не продают, а продают типа, может быть еще не изготовлен даже этот мой товар. Но тогда мне непонятно, а почему мне не предложили оплатить этот товар. Мне сказали, когда товар придет, тогда и оплатите. То есть мне даже никто не предложил оплатить этот товар. Я могла бы его оплатить, чтобы только он ко мне пришел через 2 недели, а не через 3 месяца. В общем, короче, непонятно, совершенно в какой-то непонятке, но я подрастроилась, мне больше всего, знаете, неприятно то, что как бы обманули меня, получается, обнадежили, да. Если бы сразу сказали там до июля ждать, ну хорошо, я бы ждала до июля, я бы уже знала, настроилась на этот июль как бы, да. Или может быть пошла бы искать, допустим, другой товар, за это время могла бы другой товар, скажем так, найти. Или бы предложили оплатить, я бы уже оплатила, ждала там 2 недели и все. Ну то есть как бы вот вариантов других никаких нет. Вот тот вариант, который вот у меня есть, да, то и все. В общем, я в какой-то непонятке, я расстроилась. И расстроилась, знаете, больше всего от того, что меня обнадежили. Вот больше всего из-за этого расстроилась, что мне сразу сказали, что придет скоро. Когда мне в магазине сказали, вот я в магазине как бы там, да, заказ сначала делала, сказали там, что конец мая, начало июня. Июня. Ну так, так, так. То есть я как бы, ну ладно. То есть я согласна, либо не согласна, да. Но мне уже сказали конкретно. А тут мне сказали такие сроки, я обрадовалась. Теперь хоп, совсем другие сроки, я огорчилась. Ну в общем, как-то это все непонятно, как они работают. И это все неправильно, это некрасиво. Ну так, и так работают, значит, они. Вот это я просто вот вам говорю на будущее, чтобы имели в виду, если будете какой-то заказ делать, сразу уточняйте сроки. И конкретно спросить надо, может быть, оплатить сразу, и чтобы уже точно этот уже конкретно ваш заказ уже ушел. Ну не знаю, мне оплатить никто ничего не предлагал. Я, может быть, попробую еще раз позвонить и спросить, а может быть, я оплачу и не придет раньше или как. Но если не предложили, вообще-то, я думаю, то, значит, такого варианта и нет вообще. Вот. Так что я, в общем, в расстроенных чувствах вчера прилегла, думаю, да лягу, вроде все дела поделала по дому, лягу, полежу, при том, что я еще подзамерзла, вот отопление выключили. На улице вроде бы как тепло, а в комнате как-то прохладно. Я вот уже пижаму с рукавчиками одела все. И залезла под одеяло, думаю, полежу, посмотрю по котелек, там погреюсь, все, в общем-то, пригрелась и уснула. Еще смотрела, 4 часа дня было. Думаю, ну, посплю там часик, час-полтора посплю. Девочки, я проснула в 12 часов, смотрю на улице темно и не могу понять, что такое. Потом до меня дошло, что я выспалась, ну, в 8 часов я уже проспала. Куда еще давить? И, в общем-то, я и выспалась, и спать уже не хочу. Ну, проснулась, я вспомнила, что у меня еще там видео, которое я хотела вечером смонтировать. Думаю, сейчас я его буду монтировать. Так что я сейчас вот села, умылась, кофе попила. Пока еще сижу, пью кофе. Ну, в общем-то, сейчас собираюсь сесть и монтировать видео. Там еще заказик надо один делать. В общем, есть пока чем позаниматься, в интернете посидеть. Ну, я так думаю, это вот хорошо, что мне, допустим, завтра никуда не нужно идти. Это я могу, допустим, сделать свои дела, потом лечь, могу доспать, например, там хоть полдня поспать, там утром уснуть, до обеда поспать, как-то так. А вот если бы мне нужно было куда-то идти, какие-то дела делать, то я была бы конкретно невыспатым человеком. Это день, сказать, на вылет уже. День пропал, можно сказать. Ну, что делать? Вот видите, у меня вот так вот график перевернулся, и все, нету никакого графика сейчас. Ну, ладно, это, в принципе, все поправимо. В общем, я вам пожаловалась, сказала свое недовольство, да. Но в любом случае, вот мне остается только ждать. Вот мне, как она сказала вчера по телефону, что, возможно, придет раньше. То есть, они не видят перемещения, они не видят, как там все это происходит. Мне непонятно, как-то это странно. Либо меня кто-то обманывает, либо они так странно работают. Вот какая-то такая ерунда получается. Так что мы с вами вместе, девочки, будем теперь наблюдать, когда же все-таки на самом деле мне придет мой товар. Вот так. Ну, пока так, что делать. Все, девочки, пошла я монтировать видео. Вернусь к вам, когда освобожусь. Вот, девочки, я открыла свой вот этот вот кухонный уголок. И вот я смотрю, на складе в Москве 17 штук. Вчера было 11 штук, уже 17 штук. И вообще непонятно. И доставим от 7 дней, но за неделю оно сюда приходит. Ну, то есть, их стало там на складе больше получается. Но почему так долго ждать, вообще ничего не могу понять. Я вот что подумала сейчас, девчата. А вот как они пишут, допустим, до 11 июля привезут мебель. А если человек вдруг взял путевку на июнь, в отпуск куда-то уехать на месяц. То есть, они, получается, что могут привезти в любой момент эту мебель, да? То есть, как бы, ее надо вроде как бы ждать? Или я неправильно понимаю? Кто-то, может быть, сталкивался с подобной ситуацией? Как это все происходит вообще? Напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. Все, девочки, видео смонтировала. Решила перекусить. Мюсли с молочком. Поставила мясо размораживать. Хочу горш сегодня сварить. Девочки, 5 часов утра. А у нас уже светло, расцветает. Здорово. Смотрите, сережки уже на дереве какие выросли. Петух там кукарекает. Птички чирикают. Классно. Ну что, девочки, я решила приготовить борщ. Я выспалась. Поспать мне удалось до полдесятого. Я уже видео опубликовала вам. Все, теперь я немножко освободилась. Решила уже сварить борщик. Что-то я борщик хотела давно. Это как-то, вот видите, за ремонтом некогда было мне вообще готовить. Сейчас я решила по-быстренькому борщик сварить. Вот. Ну, как я варить буду борщик? Я не буду целиком показывать. Вы уже знаете, уже я столько раз его показывала. У меня есть кусочек свинины. Я вот это вот сейчас свининку поставлю варить. И пока она будет вариться, я нарежу овощи. Почищу, все нарежу. И все. Старокюсенька покажу. Что сегодня еще делать я собираюсь. Мне еще нужно заказик один посмотреть, заказать. А еще нужно пойти черепашку покормить. Хотя мои сегодня приезжают. Мы еще решим покормить, не покормить ее. Или они уже сами скоро приедут. Вот. Ну, особо глобальных сегодня никаких таких дел вроде пока не планирую. Но кто его знает, я могу еще и передумать. Все же бывает. Все, девочки. Я уже закинула картошку, зажарку, капусту, болгарские перчики замороженные положила. Даже помидорчик у меня в морозилке еще один был. Палочку сельдерея даже положила. Что-то я вот тут решила так задобрить все. Вот сейчас оно поварится и в конце уже зелени, чесночок закину и все. Будет борщик готов. А он уже пахнет классно. Скоро буду обедать. Ой, ням-нямочка какая. Я борщик уже давно хотела. Все, сейчас покушаю. Готов уже. Девочки, я сейчас с удовольствием поела великолепный борщ. При отличненький. Получила колоссальное удовольствие. Только я его поела. И о, радостная новость. Мне пришла смска, что мой товар, моя мебель доставлена уже сюда на склад в Ростов. И мне предлагают назначить доставку, там на какое число, выбрать дату, время и сборку. В общем, я доставку, доставку можно было выбрать даже хоть завтра. Но я в выходные дни не знаю, там как дочка, возможно, там куда-то пойдет погулять. И я с Дэнией станусь. Мы еще пока не решили вопрос с выходными. Доставку я на понедельник назначила, на 26 число. А сборка там раньше 28 и нету. Поэтому, собственно говоря, смысл раньше доставлять мебель. Нету смысла. Ну, я назначила сборку на 29, потому что 28 у меня внучка будет после садика здесь дома. И надо будет за ней в садик идти. Я не знаю, сколько времени они будут собирать, чтобы они меня тут не задерживали. И ребенок, чтобы в детском саду не ждал меня сильно. Поэтому я решила уже как бы среду эту отставить. И в четверг я уже буду свободная. И в четверг уже с утра, в общем-то, я готова к сборке мебели. В общем, я рада на 10-м небе. Но тут у меня возникает вопрос. Как же так? Вчера я только огорчалась по поводу того, что на горячей линии не знают вообще, когда будет мой заказ. То есть они как бы говорят, что вот ждите в июле. А получается, если заказ мой сегодня уже в Ростов прибыл, то есть он был уже в пути, уже был на подъезде к Ростову. А они на горячей линии даже не знают об этом. Как это так? Мне непонятно, как они работают вообще. Это очень странно. Но в любом случае я очень рада, что мой заказ пришел так рано, а не придется его ждать 3 месяца. В общем, класс. Ну и потом же будем все вместе наблюдать, как это все у меня тут уже будет стоять. В общем, все, я радуюсь. На следующей неделе уже мебель должна у меня стоять собранная. Вот такие дела, девочки. В общем, я прям, не знаю, я аж окрылилась, честно говоря. Настроение поднялось классно. Фух, девочки мои, день сегодня какой-то сумасшедший. Уже вечер, уже 6 часов вечера. А мне все как-то некогда даже голову поднять. Вот знаете, когда я говорила, что информационное поле душит. Задушило оно меня сегодня. Целый день какие-то звонки, смски, сообщения, то письма на почту. И вот в основном все, кроме того, что доставку, сборку я оформила, да, остальное все мне ненужное. Какая-то вот, что-то навязывают, что-то это. И какие-то дела, дела, дела. В общем, короче говоря, я от этих дел прям уже устала совсем. И уже пора отдохнуть. Вот, дочка мне сказала, что выходные дни я ей буду не нужна. Но нужна буду я ей в четверг вечером. Так что я в выходные дни буду дома. Что я буду делать, еще я даже не думала об этом. Но сегодня я подумала, но ничего не делала вообще. То есть вот вся какая-то у меня информационная какая-то работа происходит. Вот. Ну, уже дело к ужину. Я уже проголодалась. Уже сейчас буду ужинать и буду отдыхать. Все. Еще даже не все сделала. Чуть попозже надо будет еще кое-что доделать. Ну, и на этом я хочу с вами, девочки мои, попрощаться. До следующего видео. В общем, самое главное, что меня сегодня, по крайней мере, успокаивает и тешает, что моя мебель вскоре прибудет. Я этому очень-очень рада. Вот. Ну, будем ждать вместе, да. Что там уже будет. Уже мне не терпится все это увидеть. Когда-то соберу и посмотреть, как это будет выглядеть. Надеюсь, что я не ошиблась в своем выборе. Надеюсь, что мебель мне понравится. Ну, все, девочки. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok